Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. И сегодня я продолжаю видео про огород на подоконнике. Что я буду делать сегодня? Сегодня я стану сажать огурцы вот в такую вот емкость. Огурец у меня вот такой, трюкачев один. 40-42 дня с момента полных всходов. И цена этого пакетика 92 рубля. Но эти огурчики, они приспособлены для огорода на подоконнике. На подоконнике, на балконе. Здесь всего в пакетике 5 штук. Буду сажать в две баночки вот такие вот. Одну сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, баночку я срезала. Банка 5 литров. 5 литровая. Срезаю горлышко. Вот оно, срезанное уже. Убираю я его в сторону. И сюда буду насыпать землю. Земля у меня грунт универсальный. Но у меня также есть грунт там от перец-баклажан. Но я почитала по составу. Эти грунты, они одинаковые. Так что я могу и здесь, и здесь сажать. В общем, этот грунт универсальный. Тот и другой. Просто названия разные. Так. Вот сейчас я насыпаю, значит, грунт. Перед тем, как насыпать, я на дно уложу дренаж. У меня здесь сделаны дырочки для того, чтобы застоя воды не было. И на дно я хочу положить скорлупки яиц. Потом я еще засыплю древесный уголь сюда. Ну, желательно, конечно, крупные фракции. Ну, вот у меня так немножко с пылью. Так. Ну, вот смотрите, у меня вот просыпалось, да? Но если вы возьмете нетканые материалы, положите вниз, сделайте просто поумнее. Вот эта грязь, пыль, она не будет. Она будет оседать на тряпочке. Сюда, конечно, я сделаю поддон. Теперь я засыпаю грунт. Так как грунт у нас одинаковый, я могу засыпать любой. Грунт здесь на 6 литров, а здесь у меня емкость 5 литровая была. Но я до конца, конечно, засыпать не буду, потому что по мере того, как огурчик станет расти, я буду подсыпать грунт, чтобы он очень не был вытянутый. Для огурца нужна влажная поверхность. И еще очень важно большой день, чтобы он не очень сильно вытягивался, а рост нормально развивался. Если будет меньше света, он будет тянуться ввысь. А сейчас, в общем-то, ее месяц, дня нам хватает, поэтому огурчик должен развиваться нормально. Так, вот я немножко примяла и полагаю, что надо еще подсыпать немножко. По мере того, как мы будем, конечно, поливать, даст эту усадку хорошо земля. Вот я, значит, что сделала. Я чуточку ее утрамбовала. Теперь я полью. Ну, полью... Я намочу поверхность. Обыкновенная вода отстоявшаяся, чтобы была сырая. Так, и теперь я посажу свои огурчики. Но посажу на такую баночку я два огурца, потому что, ну, вдруг какой-то огуречек у меня не взойдет. Так вот, чтобы схожесть была и поближе к срединке. Ну, это, может быть, варварски прозвучит, но один огурчик я удалю, а самый сильный я оставлю, потому что такая емкость, два огурца, она просто не вытянет. И теперь я засыпаю землей. Ну, так как сейчас лето, жарко, ну, 0,5 миллиметров в обязательном порядке. Вот я поприсыпала, чуточку примяла. И все равно я немножечко сбрызну, чтобы воздушные карманы ушли оттуда, чтобы полностью грунт прижал эти семена. И что я еще делаю? Так. И теперь я это закрываю пакетом, чтобы влага здесь сохранялась. Ну, так как пакетик я просто положила, ну, мне не нужно будет открывать, проветривать. Он будет уже и проветриваться, и все. И я думаю, что семена взойдут очень хорошо. Я надеюсь. Вот вроде как бы по огурцам все. Я забыла положить сюда лекарство. Лекарство глиокладин против корневых, прикорневых гнили и черной ножки. Вот такое лекарство. Это система биозащиты растений от болезни. Я забыла положить, но я не опоздала. Хорошо, что я вспомнила. Такое лекарство кладется не только в огурцы, оно кладется еще и в помидоры. Поэтому здесь 100 таблеточек. В этом лекарстве 100 таблеточек. Здесь написано, что почвенный биофунгицид. Вот так вот. Вот на такое ведерочко я посажу на два растения, я посажу две таблеточки. Но я приблизительно знаю, где у меня. И так как я 0,5 засыпала, еще на 2 см я углублю эти таблеточки. И получится, ну, где-то 2,5 см я углубляю вот эти таблеточки. По мере того, как я буду проливать эти таблеточки, разойдутся и корневая система, я думаю, она их переработает. И растения будут здоровые. Ну вот. И теперь уже по огурцам все. И теперь я хочу рассказать про помидоры. Вот у меня такой томат экстремал. Вообще, посадка всего, это экстрим. Получится, не получится. Взойдет, не взойдет. Вот у меня в этом году на дачном участке не растут салаты. Но не растут. Я не знаю, что. Выходит буквально из всего того, что я посадила 2-3 растения. И это все, что... Так что это экстрим. Ну и томат это экстремал. Плодоношение в любых условиях. Ну вот он вроде как бы конкретно не приспособлен для подоконника и балкона. Но он ранний. Созревание через 110 дней. Но так как это дома, это не в грунте, я его тоже хочу вырастить. И семечко. И посмотрю, как он будет. Потому что я много времени провожу все-таки дома. Надо за кем-то мне ухаживать. После работы, домой. И буду ухаживать за своими томатами и огурцами. Так. Ну вот я буду такой сажать томатик. Его тоже не очень много. Томата. Буду высаживать точно таким же способом, как огурцы. На дно обязательно дренаж. Потом грунт, когда я уплотню и посажу. Вернее, не посажу еще. Я положу вот эти таблеточки. И тоже буду высаживать по два семечка. Но томат можно даже побольше. Там его побольше. Поэтому можно побольше. Вот для того, чтобы взошло. И выберу самая крепкая растенница. И вот у меня будут на этом подоконнике выращиваться мои томаты. Вниз дренаж, земля, таблеточки. Потом, значит, семена. Засыпаем грунтом 0,5 см. Не забываем уплотнять, поливать. И перед тем, как им взойти, надо укрывать, конечно, вот хотя бы полиэтиленом. Не плотно, но укрывать. Итак, дорогие друзья, закончила посадку огурцов. И на этом хочу попрощаться. Но эксперимент на подоконнике у меня не заканчивается. Я постараюсь выпускать видео достаточно регулярно. И буду дожидаться своего урожая на подоконнике. А на этом, перед тем, как попрощаться, я хочу сказать, ставьте свои лайки, дизлайки. Давайте свои советы. Потому что в моем не очень богатом опыте выращивания на подоконнике любой совет пригодится. И буду рада видеть вас на своем канале. Пока-пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!